15 июня в отделе религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии состоялось заседание жюри регионального этапа конкурса образовательных экскурсионных маршрутов «Времен связующая нить». В конкурсе приняли участие не только работы воспитанников общеобразовательных организаций, но и воскресных школ, ребят в возрасте от 13 до 17 лет. Это историческое направление экскурсии, это история памятников, края, своего города. Это очень узкие, очень широкие, автопешеходные, чисто пешеходные. В чемпионатике потрудились очень достойно. В состав жюри входили это историки, преподаватели кубановедения, экскурсоводы. Познавательный конкурс проводился в области краеведения, и участники постарались максимально интересно, исторически грамотно, а главное, с большой любовью к тем местам, в которых родились и выросли, показать в своих работах красоту и культурное наследие. На данном конкурсе было представлено множество очень хороших и отличных работ. Ребята смогли показать и разработать достойные маршруты. Хотелось бы, конечно, как итогом конкурса, посетить пару этих маршрутов и увидеть ту красоту, те памятники и исторические места, которые у нас действительно есть на Кубани. Особенно важную роль в воспитании подрастающего поколения играет патриотическое воспитание, направленное на развитие любви к родине и преданности своему отечеству. Конкурс «Времен, связующая нить» очень важен для подрастающего поколения, так как он связывает и историю, и культуру своей малой родины. Это необходимо с точки зрения формирования очень важного качества в современной жизни – это патриотизм. В ходе заседания комиссия подвела итоги и определила победителей, экскурсионные маршруты которых по условиям конкурса будут организованы и проведены для детей и подростков. Второй этап конкурса пройдет осенью в очном формате на территории курорта «Роза Хутор». Пожелаем нашим конкурсантам Божьей помощи и дальнейших творческих успехов в воплощении проектов, в которых они стали победителями.